Генеральный партнер службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Здравствуйте в эфире первого городского служба новостей город в студии Вероника Сухачева Я и мои коллеги расскажем о главных событиях вторника 28 мая смотрите в ближайшие минуты Преступник задержан в течение суток полиция задержала обвиняемого в жестком избиении Спрашивали отвечаем администрация Калининграда комментирует ситуацию с мусором в городе Чуть запнулся и оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе ребенка сбила машина Мальчик оказался в больнице Стрелки былых времен или раритет под землей историко-художественный музей делится новыми экспонатами В последнее время социальные сети заполнили жалобы калининградцев на помутневшую и сильно хлорированную водопроводную воду Но это мелочи по сравнению с ситуацией в районах, где у людей из крана порой сыпется песок Что течет по нашим трубам и когда закончится проблема с водой смотрите далее Партнер рубрики тема дня Акорус более 200 магазинов для всей семьи На качество питьевой воды из-под крана жалуются практически все жители области У одних она кислотного цвета, у других пахнет серой Однако в Калининграде и Советске по данным водоканала она является пригодной для использования Но несмотря на то, что в городе вода считается питьевой Многие калининградцы побаиваются утолять жажду проточной водой На карте качества воды России, составленной при поддержке Федерального Роспотребнадзора Указывается, что уровень железа в калининградской питьевой воде в 4 раза превышает норму Специалисты предупреждают, наличие в воде подобных элементов приводит к повышению риска развития болезней крови, кожи и ведет к выпадению волос На этих кадрах прекрасно видно, насколько эта вода не прозрачная, а точнее мутная Этим видео житель Озерска делится со всеми горожанами и удивляется, как можно пользоваться такой водой Ранее в отчете уполномоченного по правам человека Владимира Никитина говорится о том, что за последние несколько лет ухудшилась водопроводная вода в Краснознаменском, Славском, Озерском, Гуревском, Багратионовском и городских округах В этих муниципалитетах дополнительная водоподготовка не проводится, либо неэффективна из-за устарейшего оборудования Чем, собственно, и недовольны жители области В социальных сетях люди активно делятся фото и видео Вот такая вода идет у нас в доме Вытащив водяной фильтр, я с ужасом обнаружила, что он маслянистый и жутко вонючий Страшно черного цвета Очень просим администрацию местного водоканала прокомментировать данную ситуацию А я вчера вот это обнаружила на работе в магазине Магазин на площади Насколько областная вода из-под крана опасна для жителей Или ее вполне достаточно перегнать через фильтр Мы решили узнать в Роспотребнадзоре К сожалению, на сегодняшний день у сотрудников надзора нет свежих данных Однако обновить информацию и провести свежий эксперимент мутной воды Роспотребнадзор пообещал в ближайшее время Ну а пока жители области негодуют Калининградцы довольны качеством проточной воды На самом деле уровнем воды в Калининграде я довольна У меня стоит фильтр, но я им не пользуюсь за ненадобностью Потому что я и чай могу поставить, набрав обычную воду И еды себе сварить Также какое-то время я жила в Гуревске Там, конечно, уровень воды намного ниже Я очень часто меняла фильтры, потому что они очень быстро забивались На сегодняшний день существует множество современных решений очистки воды Начиная от бурения собственных скважин А этого около 160 тысяч рублей Заканчивая фильтрами В размере от 200 до 15 тысяч рублей Самой доступной системой очистки на сегодняшний день остается кувшин с фильтром Который наверняка стоит в доме у каждого Существует также трехступенчатый фильтр для очистки воды Которого хватает до 6 месяцев, удаляющий загрязнение и запахи Его преимущество перед кувшином составляет 30% Система второго поколения Чем интересна эта система? В том, что она использует метод обратного осмоса Если сравнить ее с трехступенчатой То вот эта система, она аккумулирует загрязнение в себе Включая бактерии Данная пятиступенчатая система Она может и комплектоваться минерализатором Что делает воду более насыщенную То есть добавляется в воду кальция для костей Магния для хорошего самочувствия И также выравнивается PH-кислотность Если современные или народные способы очистки воды вам не помогают То смело обращайтесь за помощью в городской водоканал В такой ситуации будут проведены необходимые анализы питьевой воды И выяснены причины загрязнения Если же водоканал не может ничем помочь То тогда стоит писать жалобы в Роспотребнадзор и правоохранительные органы В любом случае помните, что под лежачий камень вода не течет И для того, чтобы ее очистить, нужно действовать Николай Насань, Анна Газирян, служба новостей, город Партнер рубрики «Тема дня» Акорус – более 200 магазинов для всей семьи Тем временем новость, которую активно обсуждали накануне, получила продолжение Полиция Калининграда по горячим следам задержала подозреваемого в избиении молодого человека Напомним, 25 мая в одной из компаний возник конфликт между мужчинами Словесная ссора перешла в действие Мужчина начал избивать собеседника Драка попала на запись камер видеонаблюдения Потерпевший сейчас находится в больнице Он впал в кому Избил человека Причина конфликта Обозвал меня Во время допроса подозреваемый признался в совершении преступления И сказал, что раскаивается в содеянном По данным МВД, он приехал в Калининград с Челябинской области города Троиц В Калининграде находился, не имея на руках регистрации места жительства И уже нарушал закон Был осужден за жестокое избиение человека с применением оружия И 7 лет просидел в тюрьме Как выяснилось, виновник жил на Урале и уже переступал закон Теперь ему вновь придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Но это только при условии, если врачам удастся спасти калининградца 1 июня на острове Канта пройдет зеленый марафон Это большой спортивный семейный праздник В этот день состоятся как спортивные состязания Это три забега на разные дистанции Так и можно будет принять участие в необычном квесте по поиску пропавших детей Малышам, кстати, будет чем заняться Бесплатно попрыгать на батуте, съесть мороженое Поучаствовать в мастер-классах и выиграть множество призов Ну а взрослые смогут получить совет от диетологов и фитнес-тренеров Поиграть в теннис или отбросить все мирское и заняться йогой Пройдет марафон на острове Канта 1 июня с 9 утра и до 3 часов дня В Зеленоградске в сентябре пройдет шоу фейерверков Об этом рассказал региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак Он уточнил, что речь идет именно о шоу Соревнований на самый зрелищный фейерверк на этом фестивале не будет Напомним, что мировой чемпионат фейерверков в Калининграде в 2019 году перенесли с сентября на август Хедлайнером первого дня станет Сергей Лазарев Второго – румынский танцевальный коллектив Fly Project 1 июня, в День защиты детей, можно будет порадовать себя и свой аппетит на гастрономическом фестивале «Сладкоежка» Фестиваль пройдет в Светлогорске в субботу и воскресенье В программе дегустация пирожных, выпечки, напитков, конкурсы, розыгрыши призов и танцы на берегу моря Власти Калининградской области во главе с региональным министром туризма Андреем Ермаком Проверили готовность пляжей к летнему сезону на трех калининградских курортах В Зеленоградске, Янтарном и Балтийске В Янтарном, к примеру, оборудовали еще один спуск для мам с колясками А в Зеленоградске появились три новых доски сапсерфа, с помощью которых можно быстро добраться к утопающему Турнир трех волшебников – лаборатория зельеварения и легендарный квиддич Первый городской телеканал приглашает калининградцев на волшебный фестиваль «Слет Гарри Поттеров» Всех поклонников волшебного персонажа мы ждем 1 июня с 14 до 18 часов в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы вместе погрузиться в Хогвартс Приходите в костюмах героев Патерианы Герой самого лучшего получит путевку в языковой лагерь Генеральный партнер фестиваля – сеть магазинов игрушек «Хоббит» «Инмарко» – продукт, созданный страстными любителями мороженого и детский город профессии Китсберг На Первом городском канале продолжаются съемки бизнес-премии «Калининградский продукт» Напомним, второй сезон проекта посвящен строительству За звание лучшей компании поборются 16 предприятий В эфире нашего канала вы уже можете видеть видео-визитки участников, а также интервью с руководителями компаний В июне экспертный совет выберет победителя, который получит главный приз – 1 миллион рублей на рекламу в эфире Первого городского канала Генеральные партнеры проекта агентства недвижимости «Этажи» и жилой комплекс «Мед» ООО «Рекстрой» Администрация города отвергла просьбу жителей Биржевого сквера об отключении поющего фонтана в вечернее время Введение такого ограничения, по мнению властей, может негативно сказаться на туристической привлекательности популярного объекта Напомним, жители города, проживающие рядом с музеем искусств, жаловались на очень громкую музыку, которая является частью нового светомузыкального шоу с фонтанами Изначально на эту просьбу власти города отреагировали ограничением работы фонтанов до 9 часов вечера Но сейчас ситуация изменилась в сторону снижения громкости звука на 50-60% По мнению властей, таким коротким периодом работы фонтана люди сами себя ограничивают, ограничивают в радости Теперь музыкальный фонтан будет работать в 12 и в 5 часов дня и до 21 с 40 вечером Такой режим сохранится, пока не будут появляться новые претензии от горожан Редкие находки на Калининградской земле в историко-художественном музее выставлены солнечные карманные часы, изготовленные в 1599 году Нашли их на месте строительства многоквартирного жилого дома на берегу Нижнего озера в Калининграде Кроме этого, археологами были обнаружены оловянный кубок и латунное блюдо примерно тех же годов Этими предметами быта могли пользоваться только высокопоставленные люди 16 века Об этих исключительных предметах подробно расскажет Инга Феронова Они выполнены из кости, очень красивые И что интересно, они были созданы конкретно для нашей местности, для города Кёнигсберга И на часах мы можем видеть надпись 54 градуса северной широты То есть, соответственно, эти часы показывают время на территории от Зеленоградска до польского Мальборка Как предполагают археологи, эти часы могли принадлежать только образованному человеку Возможно, даже одному из профессоров университета Альбертины, будущего прусско-бранденбургского государства И, конечно, потеря этих часов для владельца наверняка стала большой трагедией Потому что вещь дорогая, достаточно редкая И такой вот пикантный момент Эти часы были обнаружены в заполнении деревянной бочки Которая служила отхожим местом И можно представить вообще эмоции владельца этих часов Их утрату можно сравнить с потерей в наше время баснословно дорогого смартфона Однако, если заменить телефон легко, то такие часы – редкий и крайне дорогой аксессуар Эти костяные солнечные часы – действительно уникальная находка для Калининграда Всего по России таких 7 штук Один из экземпляров находится в армитраже По возрасту им 420 лет А вот кубок и блюда были найдены на территории, где раньше были установлены гончарные мастерские Однако, как вещи зажиточных людей попали к мастерам – неизвестно Возможно, их хотели просто переплавить Ведь латунь напоминает золото, а олово – серебро К слову, точных данных, кому и когда принадлежали эти предметы – нет Остается только догадываться Посмотреть на уникальные находки можно будет до конца недели Затем экспонаты отправятся в фонд музея Инга Феронова, Николай Нассань, Служба новостей, город Сразу после рекламы вы увидите Чуть запнулся и оказался под колесами автомобиля На пешеходном переходе ребенка сбила машина Мальчик оказался в больнице Стрелки былых времен или раритет под землей Историко-художественный музей делится новыми экспонатами Когда на улице весь день льет дождь На душе у калининградцев солнце Хорошие новости вне зависимости от погоды в нашей одноименной рубрике Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска В эфире служба новостей город и мы продолжаем Кража из-под собственного прилавка В дежурную часть полиции обратился индивидуальный предприниматель С заявлением о пропаже выручки в размере свыше 36 тысяч рублей Как оказалось, на протяжении 20 дней Продавец торгового комплекса на улице Черняховского Присваивал выручку в собственный карман По данному факту возбуждено уголовное дело Воришка может лишиться свободы сроком до 5 лет В Калининграде автомобиль наехал на 14-летнего мальчика, который подскользнулся на проезжей части Авария случилась утром 27 июня на улице Нарской После происшествия мужчина посадил пострадавшего в машину и довез до дома Маме мальчик рассказал о происшедшем только после того, как обратился за медицинской помощью Номер и марку в машине подросток не запомнил В Калининграде на две иномарки упало сухое дерево Автомобили были припаркованы на перекрестке Сомера и Рокоссовского Инцидент произошел днем во вторник, 28 мая Ни один из автомобилей не пострадали Основной удар пришелся на пространство между ними Растение задело ветками крыши и окна автомобилей Ранее в апреле на этой улице уже падало дерево Но, к счастью, никто не пострадал Мужчина пытался вывезти из Калининградской области в Литву более 7,5 тысяч пачек сигарет Джип Вольво оказался напичкан сигаретами со всех сторон Хотя водитель сказал, что запрещенных товаров не проводит Инцидент произошел на таможенном посту Чернышевская Через таможенный пост на Мамонова житель Калининградской области Пытался провести почти 500 килограммов свежего и копченого сала Продукты мужчина спрятал в конструктивных полостях грузового отсека микроавтобуса Доступ к которым стал возможным только после демонтажа фанерных листов Калининградец сообщил, что товар приобрел в Польше и вез его в Светлогорск для дальнейшей перепродажи В отношении владельца товара возбуждены дела об административном нарушении Попытка распилить турбинкой банкомат на улице 9 апреля в Калининграде попала в объектив камеры видеонаблюдения Инцидент произошел в ночь на 10 марта в круглосуточной зоне самообслуживания в отделении Сбербанка Злоумышленник, скрыв свое лицо под маской, пытался распилить корпус одного из терминалов Полиция установила личность подозреваемого, им оказался 58-летний калининградец При обыске у него дома нашли строительные инструменты, маску с прорезами для глаз, а также два незарегистрированных газовых пистолета В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело Площадь за больницей скорой медицинской помощи оказалась завалена мусором по вине частных организаций Которые оказывают услуги вывоза бытовых и строительных отходов из домов и офисов Такое предположение высказали в администрации города Чиновники ответили на запрос Первого городского канала Захламленная земля, как выяснилось, принадлежит Министерству обороны Российской Федерации Напомним, несанкционированную свалку нашли жители областного центра Поэтому мы подготовили и направили соответствующий запрос Организация находится в Санкт-Петербурге Надеемся на их оперативное вмешательство Начали выяснять, откуда возникла эта свалка По нашим предположениям, есть организации, которые оказывают частным образом услуги населения По вывозу бытового мусора с чердаков, подвалов И в том числе организации, которые предоставляют свои кески для вывоза строительного мусора Чиновник пообещал выяснить, кто и каким ходом сбрасывает мусор на государственной территории Планируем установить там некую группу, которая будет осуществлять мониторинг состояния территории Кто каким образом туда и вывозит этот мусор Не факт, что в ближайшее время кто туда повезет, потому что там уже такая свалка Которая явно накопилась за несколько месяцев, а то и больше период Также, по словам спикера, ни БСМП, ни психиатрическая клиника не должны следить за этой территорией Так как к ним она никакого отношения не имеет Она просто, к их сожалению, находится рядом Однако у администрации нет ни сил, ни средств для уборки мусора с государственной земли Так же, как и нет правовых оснований на это, потому что земля передана в пользование подведомственное Министерство обороны управлению Но поскольку все это территория города Калининграда, и так или иначе администрация города ответственна за эту территорию города Мы примем все меры для того, чтобы те лица, в пользовании которых находится этот земельный участок Приняли в оперативном режиме все необходимые меры для приведения в надлежащее санитарное состояние Корреспонденты Первого городского канала продолжат следить за ситуацией Если вы станете свидетелем подобных правонарушений, обращайтесь в редакцию Первого городского канала по номеру, указанному на экране Банк России с этого года начнет массовый выпуск 100-рублевок, покрытых лаком На ощупь и по внешнему виду банкноты практически невозможно отличить от обычных Однако они намного практичнее и долговечнее Далее в планах лакировать и остальные купюры Более подробно о новостях бизнеса и экономики расскажет моя коллега Дарья Михайлова Глава Зеленоградска призвал штрафовать купающихся на диких пляжах Сергей Кашевой предложил штрафовать закупание в состоянии алкогольного опьянения на диких пляжах Всему виной большое количество утонувших в водоемах и пляжах Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду 48% жителей страны не может позволить себе покупать смартфоны, холодильники, мебель, стиральные машинки и другие товары длительного пользования Еще беднее живет 1% россиян Такова доля тех, кому не хватает денег даже на продукты В Литве бизнес хотят штрафовать за полиэтиленовые пакеты Министерству предлагают ввести штрафы в сумме от 10 до 200 евро Такой законопроект связан с загрязнением природы и проблем с экологией К слову, последние годы в Литве стали использовать меньше одноразовых полиэтиленовых пакетов Калининград вошел в рейтинг городов, комфортных для предпринимательства Согласно результатам исследования, первое место в топе заняла Москва, вторую строчку – Сочи, третьим стал Санкт-Петербург, Калининград занял четвертое место БМВ выбрал место для строительства завода в Калининградской области Площадкой может стать индустриальный парк Храброво На заводе планируется выпускать до 35 тысяч автомобилей в год По оценкам аналитиков, строительство предприятия обойдется в 270-290 миллионов долларов Это были все бизнес-новости на сегодня Я, Дарья Михайлова, с вами прощаюсь Увидимся в следующем выпуске О том, в каком объеме и валюте лучше хранить сбережения, каждый из нас решает сам Актуальная информация о курсах валют прямо сейчас Композиция «Байкер» калининградского коллектива ЧК стал саундтреком третьего эпизода нового ситкома «Туля Робот» Эпизод вышел в эфире несколько дней назад Музыкант Дмитрий Гусаров в шутку говорит, что для коллектива это такие 46 секунд славы Канадский учитель Джород и его девушка Эллисон отправились в отпуск в Индонезию Там они осуществили давнюю мечту и взбрались на гору Брума В этот волнительный момент восхождения парень решил сделать возлюбленной предложение Вот это поступок Она не смогла отказать Возвращаясь с работы, британец Марк Хедден увидел олененка, который тонул в канале у шоссе Нераздумывая, мужчина сбросил одежду и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти животное После героического поступка он отвез малыша в ветклинику, где олененку помогли восстановиться Фанатов ужаснул концерт группы Spice Girls после воссоединения Они отметили низкое качество звука во время выступления, из-за которого порой было непонятно, что за композиция звучит По мнению некоторых поклонников, Spice Girls неуважительно отнеслись к своей аудитории В рамках тура группа планирует выступить еще 12 раз в Великобритании Вера Алентова в Калининграде Звезда кинофильма «Москва слезам не верит» Заслуженная артистка России Этим летом в наш город привезет нашумевший спектакль Семейка Краузе Критиками и москвичами комедия была воспринята самыми высокими похвалами Очередь пришла и за калининградскими театралами Год театра Калининградский драматический театр спешит удивлять своих любимых зрителей Федеральный проект «Большие гастроли» в Калининграде начинает Московский театр имени Пушкина Только 10 июня в драмтеатре комедия «Семейка Краузе» Вот тот настрой веселый, зажигательный, с которым и сделан спектакль, и в котором существуют все актеры Он позволяет, так скажем, в летнее время получить максимум положительных зажигательных эмоций В то же время спектакль сделан очень нестандартно И, мне кажется, вызовет очень хорошие положительные летние эмоции и создаст хорошее настроение Это смешная, удивительная и современная история, написанная по американской черной комедии «Мышьяк» и «Старый кружева» Уже более четырех лет идет в Московском театре имени Пушкина Размеренная жизнь двух забавных старушек заканчивается, когда к ним заявляются их не самые благополучные племянники В одной из главных ролей народная артистка России Вера Алентова Покупайте билеты в кассах драматического театра или на сайте dramteatr39.ru Середина недели – это уже маленький праздник Скоро близится лето, период отпусков А это значит, что на душе у калининградцев только счастье и хорошие новости Партнер рубрики «Хорошие новости» – кетеринговая компания «Вэлдон» Кота завел. Вот маленького, красивого. Что еще? Погода радует Мы так привыкли к солнцу, что дождь, в общем-то, сегодня – это самое хорошее событие А вообще солнышка, конечно, хочется Слава Богу, живой, и то хорошо Рождение внуков – это тоже событие хорошее В жизни нужно искать только положительные моменты, поэтому мы живем, радуемся и этому Контрольный хороший написал Просто замечательно Внучки растут, дети растут Все замечательно Я выхожу замуж скоро Муж с рейса пришел, полгода не виделись Открыл столярный цех, производим мебель, а так все остальное хорошо Партнер рубрики «Хорошие новости» – кетеринговая компания «Вэлдон» Домашние животные в опасности Ветеринарные врачи предупреждают, если своевременно не проходить медицинский осмотр То наверняка можно столкнуться с большими проблемами здоровья, особенно у взрослых животных Какие опасности поджидают братьев наших меньших, расскажут наши корреспонденты Чаще всего владельцы животных приносят своих любимцев на осмотр, когда уже есть очевидные проблемы Например, у собак и кошек появляется светобоязнь Они постоянно чешут глаза, отказываются от корма, а если и того хуже – течет гной Тут на помощь приходит офтальмолог Есть много проблем органов зрения, которые владельцу, на первый взгляд, кажутся незначительными Ну, слегка покраснел глаз Да он у нас всегда краснеет, да это какая-то аллергийка А то, что это у кота увидит, связанный с повышением системного давления и их почечной недостаточностью Владельцу неизвестно просто, потому что это же не его специализация Сегодня многие владельцы дорожат эстетическим видом своих питомцев Например, даже если невозможно сохранить функцию глаза, можно сохранить видимость Впервые в 2014, по-моему, в 2015 году мы задумались о том, что есть возможность ставить протез глазной И мы ставили глазной протез собаке Это была китайская хохлата И животное тоже чувствует себя хорошо Протез очень хорошо прижился Ирина Назарова за свою многолетнюю практику вспоминает удивительный случай, связанный с пластической операцией Маленького котенка с травмой века принесли И после определенной стабилизации этого котенка мы прооперировали, сделали пластику Пересадили часть безволосистой губы на верхнее века Этому котенку повезло, функцию глаза полностью восстановили Он уже успешно 4 года живет в семье Но чаще дворовые коты получают травмы в боях Ранения кошачьим когтям, которые вроде бы владельцам кажутся незначительными А на самом деле кошачий когт, как петля, он как зацепляет хрусталик, подтягивает его на себя И мы получаем в итоге фокалитический увид, в результате которого глаз удаляем Мопсов за глаза называют слепыми И все из-за особенностей этой породы Владельцы животных с плоскими мордами Им кажется, что черные глаза у их собак это норма И что черная пленка, которая затягивает роговицу, это, ну, так же у всех мопсов Да, 95% мопсов имеют патологию глаза, связанную с заворотом медиального угла В итоге волосики, которые царапают роговицу, приводят к образованию плотного пигмента Этот плотный пигмент с возрастом покрывает всю поверхность роговицы И животное перестает видеть не потому, что у него глаза болят А просто потому, что механическая черная пленка закрывает глаз Но эту проблему можно разрешить Необходимо своевременно обращаться к специалистам Птицами намного сложнее тем, что у них немножко другое зрение У них отличается как внутриглазное давление Ну, норма внутриглазного давления Также у них отличается строение самого глаза У них отличается строение задней камеры, строение сетчатки Вот, ну, точно так же с ними работаем Делаем УЗИ глаза Ну, работаем с травмами роговицы Если ваши попугаи прищуриваются, канарейки не долетают до жердочек Или случайно лобовое ударилась дикая птица Обращайтесь в ветеринарную службу Захаров и Фарафонтова Ветеринарная служба Захаров и Фарафонтова Все возможное и невозможное для спасения жизни животных В Калининградской области дожди прекратятся к середине рабочей недели Такой информацией с жителями города поделились сотрудники гидромедцентра Ну, а ждать ли нам дождь на завтра узнаем в рубрике прогноз погоды Первый оптический дискаунтер «Оптик Гуру» Партнер прогноза погоды ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Москве днем плюс 28, ясно Ночью плюс 18, ясно Первый оптический дискаунтер «Оптик Гуру» Партнер прогноза погоды И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу В студии была Вероника Сухачева Я с вами прощаюсь, ну а как будут развиваться события дальше Покажет служба новостей «Город» Всего вам доброго и до встречи Генеральный партнер службы новостей «Город» Сеть аптек «Аптека для бережливых» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова